из приятных новостей для украины украине сегодня донбасс не нужен украине выступили с призывом сжечь санаторий ну сколько можно обсуждать украину в политических программах россии у нас что своих проблем нет возмущаются в комментариях под выпусками сами же россияне назовите уже свою программу 60 хвылын они минут советуют одиозной ведущей ольги скобеевой зрители в ютюбе другие спрашивают почему гости не говорят например баба баба бывали нефти на московской бирже и кто-то в шутку отвечает зачем есть же украина казалось бы причем тут украина а эта тема возникла но как говорится не политика едины украина анти героиня и в развлекательном контенте росми а жители оккупированного донбасса зачастую олицетворяют добро и сочувствие заклянусь вам по-человечески при слове донецк у всех йокает сердце и все мы переживаем за вас смертно колуме говорим ось про политичные шоу так целобова атака коли говорит тикипы украину відволікають акценты то в розгораниях сушу це робиться опосередковано найбільш небезпечным шаги опосередковані канали доступу до до менталитету до менталу людини до її цінностей до до її оцінкових суджень вот героиня одного из последних выпусков капітал шоу поле чудес да она до сих пор существует приехала она из оккупированного донецка чистом небе донецком за 5 минут эфирного времени пенсионерка успела сказать люблю москву поблагодарить за оплаченную дорогу так называемую город администрацию донецка спеть на украинском стоп спеть на украинском зачем и в вас и в нас хай буде гараж это называется культурная апроприация то есть присвоение то есть вот это вот украинская песня она наша это вот концепция малороссии находящийся внутри империи то что вот эта смена парадигмы с злых украинцев на таких наших хороших хохлов это говорит о том что это вот такая сдвижка в гибридной войне когда развлекательное шоу новостейные политические шоу становятся более действенным оружием чем гаубицы сектор приз на барабане на настоящий сектор приз выпал шахтеру из макеевки леониду сергеенко он пришел на талант шоу голос 60 плюс я с донецком на киеве кстати в одном из выпусков красиво спел украинскую песню и в итоге победил победителем становится леонид сергеенко стоит отметить в самой программе действительно не было никаких отсылок к злой украине освободителям донбасса и тому подобному но как шахтера из макеевки поздравляли в так называемой днр выиграл в самой россии у нас гордость и всего донбасса кстати украинский голос 2015 тоже выиграл дончанин антон копытин но его в родном донецке гордостью донбасса не называли переселенец это щепенец он уехал от нас скатертью дорожка вот к своим вот этим бендеровцам а пожилой шахтер который выиграл в россии очень важный кубок голый 60 плюс это человек который привез из столицы славу его сияли кремлевские звезды это сияние он принес но это вот такая выстраивание провинциальной ментальности по отношению к москве правда пропаганда зачастую работает так что сами герои не всегда понимают что становится оружием но есть и те кто это прекрасно осознают как например участники отныне моего любимого шоу на самом деле пророчество ванге об украине сбываются она сказала будет клич будет порох будет кролик будет тьма клич порах кролик тьма да будет тьма что давайте попробуем расшифровать то есть вы употребили слова порох и сейчас отсылает нас к фамилии порошенко вы названа назвали слова клич это имею ввиду кличко еще еще кролик это яценюк и тьма это ты машинка да казалось бы кто в это поверит нема того что не буду працювать что правильно сзрежиссу ваты смонту ваты так на решение прошу мы говорим и так воно будет и воно будет так працювать и людина яка дивится телебачения российские вона рано чи пісно вона провиснет по эмоции потому что телебачения визуальный канал канал сприняття ну плюс аудиальный так вина и найбільш проникливый ему души тяжко операция ты не свідомо веришь те что тоби показали но когда предсказания ванги заканчиваются можно просто обсудить золотую молодежь украины раз не политика то хоть их детей дайте правда ли что родители олигархи прикрывают преступление увлечения наркотиками своих детей тайные оргии подпольные казино во первых это достаточно большие деньги так называемые украинские эксперты получают 357 тысяч долларов а если бьют и могут даже больше получить что такое кончезаспы это место которое не отображается фактически на картах и это считается сейчас элитным борделям вон и прошивают негатив и на цьому негативе формуется в отношении до до украины дужи примитивный подход в сенсии программирования своих масок не знают я кубу кризису монетрую россияне знают свой народ до молекулы вы не знают какие и фокус-группы какие аудитории с якими методами какими месседжами процедула ты стоишь и иншую аудиторию с пивтонами они чудово не говорит то что люди на хочет почувствовать и он и отрывает тоже и напоследок психологи эксперты википедия и я советуем когда вы смотрите слушаете или читаете какую-либо информацию сомневайтесь сомневайтесь даже в собственных убеждениях заходите на дальние страницы поисковиков и анализируйте и тогда никакая пропаганда не сможет вас победить кого именно имела ввиду ванга какого президента она подразумевала свои предсказания а вот подобное даже анализировать не стоит а вот и